Здравствуйте! Мы на старте дистанции. Самые интересные спортивные события недели в нашем еженедельном обзоре. Сегодня в программе. Как Вологодский вратарь черепаевскую команду обыграл? Всегда приятно играть в черепаце. Фафиния подавала, Жоусиня забивала, Северсталь проиграла. Соперник оказался сильнее, нас внутри ноль проиграли. Чуваката стартовала в премьер-лиге. Несыгранность игроков дала себе знать. Детсадовский спринт в ФОКе. Съели кашу рисовую. В общем-то, готовы. Илья Овечкин. Третья победа в боях без правил. Седьмая спартакиада дошкольных учреждений стартовала в Череповце в прошлую субботу. Самые спортивные детсадовцы соревновались в спринтерском бене. Парад участников все торжественно и красиво. На трибунах переживают родители, дрожат коленки у участников, волнуются и тренеры. На этой детской спартакиаде все по-взрослому. Юные спортсмены прошли отбор в садиках. И самые быстрые и ловкие здесь. Метает у нас лучше всех Женя. У него результат 17,5 метров. В детском саду самый лучший. Лучше всех у нас бегает Никита Степанов. Бег, лыжи, прыжки и метания. Все предстоит показать в течение года. Сегодня 30-ти метровка. 26 команд, в каждой по 6-7 человек. И все готовы показать, на что способны. Тем более, что многие из участников уже занимаются в секциях и спортшколах. Я люблю играть в футбол. Я занимаюсь кольцами. Это кольца, которые поднимаются. Занимаюсь хоккеем. Бегаем. Делаем вратарскую стойку. Детвора готовятся к забегу, а родители болеть. 13-й детсад подошел к этому особенно ответственно. Кричалки, транспаранты на готове. Но главное, говорят родители, не это, а правильное утро. Утром сделали зарядку, позавтракали, съели кашу рисовую. В общем-то, готовы. Зарядку провели и здесь, всеобщую. И, наконец, команда на старт. Поскольку 26 команд сразу не может вместить фок, детей разбили на две подгруппы. И в каждой определяли сильнейших. Они бегут на скорость, то есть секунды. Здесь работает бригада, судейская бригада, значит, судьи. Они четко отслеживают, значит, сколько секунд пробежали дети. Все это заполняется протоколом. Протоколы сдаются в судейскую бригаду. Судейская бригада уже обрабатывает эти протоколы, определяет победителей и участников. Территория фока разделена на две части. Пока на основной спортивной площадке ребята соревнуются, бегут. Это очередные четыре команды в разминочной зоне. Ребята отдыхают, веселятся, играют. А инструкторы пытаются поднять им боевой дух. Чтобы они поняли, что успех зависит от них. Чтобы у них было настроение хорошее. Вот это настроение поддерживало их не только на соревнованиях в этот момент, а всегда в жизни. Одни только ждут забега, а другие уже могут вздохнуть спокойно и расслабиться. Практически все собой довольны. Я пробежал хорошо, у меня ноги не были. Мы бежали как гей-панги. Как бы сказать, я просто пробежал очень быстро. Я думаю, что 95. На самом деле 5,9 секунды – средний результат забега. Хорошо, говорят специалисты. Хорошо и то, что никто не упал. Приготовлен лед, привязочные материалы, травм не было в шестерах. Награждение и зал замирает. Сначала грамоты тем, кто старался. То есть всем без исключения. И лишь в конце объявляют тройку победителей. Награждается детский сад номер 36. Второе место у ребят из 109-го садика, золото у 94-го. И настоящие кубки в награду и овации зала. Самым быстрым среди мальчишек стал Савва Варичев из 116-го садика. А среди девчонок – Маша Скачок из 3-го. 1 декабря – очередное соревнование. И снова на старт. Череповчане все громче заявляют о себе в боях по смешанным единоборствам. С очередной серией боев в рамках турнира памяти Александра Матросова в Санкт-Петербурге вернулись три бойца клуба «Спарта». Бои проходили в спорткомплексе «Феникс». Тренер «Спарты» Сергей Коршунов привез на турнир трех бойцов. Для Ильи Овечкина этот бой стал уже третьим в этом году на ринге в турнирах по смешанным единоборствам. На этот раз весовой категории до 65 килограммов ему противостоял мастер спорта по боевому самбо Гасан Раджабов из Санкт-Петербурга. Грамотно, тактически построив поединок, Илья сумел победить удушающим приемом. Противник допустил ошибку, которой череповчанин воспользовался на все 100%. В итоге за минуту все было завершено. Илья Овечкин теперь имеет три победы в таких боях и ни одного поражения. Четвертая победа может дать ему дорогу на профессиональный ринг боев М1. Второй череповчанин на этом турнире Виталий Меншиков также достойно сражался с финалистом чемпионата России по смешанным единоборствам Сергеем Андреевым из Новгорода. Для выявления победителя был назначен дополнительный раунд. И арбитрам в итоге пришлось принимать непростое решение. В итоге они отдали победу по очкам новгородцу. Третий боец клуба «Спарта» Иван Лягушин вышел на ринг против Эдуарда Муравицкого, который является мастером спорта сразу в четырех видах единоборств. Гораздо более опытный соперник на этот раз оказался сильнее череповчанина. Волейболистки «Северстали» проиграли матч второго тура чемпионата России в Суперлиге. Соперником был «Факел» из Нового Уренгоя. К сожалению, у нашей команды не получилось держать атаки двух мощных бразильянок в составе «Факела». «Факел» после домашнего поражения в первом туре приехал череповец максимально мотивированным. Череповецкая команда после хорошей игры против Краснодарского «Динамо» тоже пребывала в боевом настроении. Правда, в стартовой шестерке из-за небольшой травмы не смогла выйти Юлия Кутюкова, набравшая в сражении с «Динамо» 25 очков. Ее место на площадке заняла Ольга Шухарова. Первая же партия матча получилась фееричной. Сначала «Северсталь» ушла в отрыв – 10-5. После взятого Еленой Целищевой таймаута гости не просто вернулись в игру, но и перехватили инициативу. В результате при счете с 16-18 Александр Перепелкин был вынужден выпускать на площадку Юлию Кутюкову. И, казалось, замена сыграла. «Северсталь» получила три сетбола – 24-21. Однако «Факел» сражался до конца и вытащил партию 28-26. В начале второго сета волейболистки «Факела» приходили в себя, проиграв три первых мяча. Затем уверенно вышли вперед 12-6 и дальше довели партию до победы. В первой половине третьего сета гости также смогли создать задел в очках. К концу партии «Северсталь» практически догнала соперниц – 19-19. Но на большее потенциала уже не хватило – 23-25 в сете и 0-3 в матче. «Игра была тяжелая. Наверное, исход первой партии решил. В общем-то, результат встречи». «Соперник оказался сильнее нас. Мы 3-0 проиграли. Все, по два очка там в двух партиях. Хорошо команда соперника играла». После двух туров у черепаевской команды – 1 очко. Первый матч в гостях «Северсталь» приведет в пятницу 19 октября в подмосковном Магинсово. Баскетболистки «Вологда» Чаваката открыли новый сезон матчем против московского «Динамо» в понедельник вечером. Это была игра открытия всего чемпионата Премьер-лиги. Незадолго до старта турнира состав Чаваката усилили две американки с очень баскетбольными фамилиями – Томас и Джонсон. Два билетика. Любого пока не гонится. Такого ажиотажа в кассах дворца спорта не было, пожалуй, никогда. Матч уже давно начался, а болельщики до сих пор стоят в многометровой очереди. Их интерес оправдан. Новый сезон, новая команда, новый тренер. Начало встречи для пчелок получилось, мягко говоря, провальным. Необдуманная передача, неожиданные потери и неточные броски. Первые 10 минут в лакжанке никак не могли найти свою игру. И этим «Динамовки» не могли не воспользоваться. Убежали в отрыв сразу на 10 очков. Во втором периоде «Чавокатки», видимо, уже проснулись. Их в середине четверти смогли не только догнать, но и на какое-то время перегнали соперниц. И так, в прямом смысле, дыша друг другу в спину, команды и доигрывали первую половину встречи. Начало третьей 10 минутки у лакжанок вновь ушло на раскачку. Первые 2,5 минуты мячи не летели ни из-под кольца, ни из-за дуги. И лишь на третьей «Жасмин Тома» своей двушкой разбавила серию неудачных бросков. Конец четверти с точностью совпал с последними минутами второго периода. «Чавокатки» вновь наверстали упущенное. Но неаккуратная игра привела к череде совсем нежданных фолов. И пусть с небольшим, но все же преимуществом, эту четверть завершает «Динамо». Заключительный отрезок встречи, увы, также завершился не в пользу вологодской команды. Уже к середине четверти стало понятно – этот матч москвички уже не отдадут. В итоге так и получилось – 61-69. Хотя мы наигрывали против зоны две комбинации, специально узнали, что будет «Динамо» ставить зону. И когда счет очков-очков был, мы на этой зоне, в принципе, и рухнули, если так можно выразиться. Ну, вторая причина выходит из этого, то, что я сейчас сказал, то, что несыгранность игроков дала себе знать. Еще не чувствуем друг друга, еще нет такого взаимопонимания должного, как хотелось бы. Об отсутствии взаимопонимания говорил и тренер «Динамо». Несмотря на итоговый результат, игрой своих подопечных он остался крайне недоволен. По сути, за счет защиты и держались. Как видите, на счет 61 очко – не худший вариант по защите. В нападении, конечно, у нас еще очень много проблем. Понимаем, мы плохо друг друга. Будем стараться. На работу над ошибками у чувака так осталось три дня. Уже в воскресенье очередной матч. На этот раз на выезде с Надеждой из Оренбурга. А в следующий раз на домашний паркет его хозяйки выйдут ровно через неделю. В рамках Кубка Фиба Европа пчелки сыграют с датским клубом «Сису». Не разочаровывайтесь. Будем играть лучше. Болельщика слышно было. И то, что они… Видно, что они игроков, которых знают, не знают. Они уже что-то там почитали, что-то пытались. Там кричалки какие-то. Это очень приятно. И как бы подстегивает к тому, чтобы совершенствоваться и быть лучше. Хоккеисты «Северстали» волею календаря получили отличную возможность улучшить свое турнирное положение в чемпионате КХЛ. Их ждала серия из пяти к ряду матчей на своей площадке. Первыми соперниками стали «Чеховский Витязь» и «Братиславский Славон». Одной из главных интриг матча была первая встреча Андрея Назарова с своим бывшим клубом. Кроме того, в составе «Северстали» было еще несколько хоккеистов, которые в разное время выступали за «Чеховский клуб». «Мы все крутимся в лиге зад-вперед. Настрой идет на каждую группу, потому что каждая игра – это три очка. Такого, что специально она вряд ли была. Игровой момент шел, и нужно было выиграть». «Я думаю, у некоторых, да, ребят была сильная мотивация доказать своему бывшему тренеру на что-то. И вообще нужна была очень победа, и все старались сегодня сыграть на победу». Иван Косутин имел еще дополнительную мотивацию. На трибунах было полтора десятка его персональных болельщиков, так как Иван родом из Вологды. «Мне всегда приятно играть в Череповце, потому что это практически моя родина, что я родом из Вологды. Игра была до одного гола, можно сказать, потому что мы забили первыми, потом пропустили. И удачно, что смогли еще одну шайбу забить в конце третьего периода. За этого и выиграли». Действительно, Косутин внес большой вклад в победу своей команды. Пробить его череповчане смогли лишь однажды, но до этого они пропустили сами. Отличился Александр Королюк. А вот потом свой первый гол за Северсталь забил шведский защитник Никлас Андерсон. В третьем периоде гости дождались ошибки хозяев фольда в своей зоне и забросили победную шайбу. Замена вратаря шестым полевым игроком Северстале ничего не дава. Более того, еще одна шайба за несколько секунд до финальной сирены влетела уже в пустые ворота череповецкой команды. В итоге поражение со счетом 1-3. «Мы старались, но что-то, увы, не ладится в атаке. Вторую игру подряд забиваем только один гол. Будем думать». «Слован, матчем в Череповце завершал свою серию из четырех игр на выезде, поэтому, вероятно, сил слабакам просто не хватило. Впрочем, в первом периоде хоккей был достаточно равный, и Северсталь смогла открыть счет, только имея на двух игроков больше. На бросок сухой на позиции вывели Тему Лаакса, и Фин не промахнулся». Исход встречи предрешил ударный отрезок игры Северсталь в начале второго периода. Сначала вновь было реализовано большинство. Денис Казеонов первым успел на добивание. Спустя три минуты Пахрудин Гембатов забил свой первый гол в КХЛ. Получилось красиво. 3-0. Третий период начался с ошибки вратаря Слована. Шайба была потеряна словаками за воротами, и Вадиму Берникову уже никто не мог помешать отправить ее в сетку. Далее Северсталь снова реализовала большинство. И снова отличился Денис Казеонов, который этот матч проводил в первом звене. «Очень понравилось, естественно. Ребята очень умные, не жаль, ничего себе. Хорошо». Довершил разгром Слована Мико Лехтанин. Его стольный проход получился очень эффектным. 6-0. Это самая крупная победа Северсталя в этом сезоне. И третий матч на ноль Василия Кошечкина. «Сегодня очень неплохо сыграли. Все надежно использовали свои моменты. Не все, конечно, но большинство. Надежно в обороне. Василий, спасибо большое. Очень хорошая игра. Всем ребятам спасибо». «Все ждали, когда команду прорвет на домашнем льду. То есть были победы, но они были тяжелые. То есть тут выразительная игра всех звенев. Поздравляю всех». После этой победы Северсталь делит 5-7 места в западной конференции с Торпедой и Слованом. Следующий матч Череповщане проведут на своем льду в субботу. Соперником станет Омский Авангард. Мы достигли финиша. Снова выйдем на старт-дистанции через неделю в это же время. До встречи и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!